ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Подводим итоги среды. В студии Олег Итанзейский. Мы начинаем. Четкое изображение, качественный звук, стабильные сигналы. Все это абсолютно бесплатно. Ненецкий округ готовится перейти на цифровое телевидение. Таким образом, жители региона навсегда забудут, что такое аналоговое вещание. Напомню, федеральная программа по переходу на цифровое эфирное ТВ в России реализуется не первый год. В 2019-м аналоговый сигнал уже отключили в семи регионах, на очереди остальные. Итак, как подключить на своем телевизоре 20 бесплатных каналов в отличном качестве и могут ли это сделать жители труднодоступных поселений, сегодня рассказали участники пресс-конференции, посвященной цифровому ТВ. На смену рябьи и помехам четкая яркая картинка. И так на 20 каналах, при этом совершенно бесплатно, Ненецкий округ переходит на цифровое ТВ. Аналоговый сигнал на территории региона перестанет работать 3 июня. Заместитель губернатора Иван Болтынков заявил, наш субъект – честь лидеров по реализации федеральной программы. На сегодняшний день так называемая цифра уже доступна практически всем жителям. Охват составляет 96% населения. Сигнал отсутствует лишь в 14 небольших деревнях и селах, в частности в Бугрино, Варнике и Шойне. Впрочем, и там не останутся без качественного изображения. На федеральном уровне принято решение о том, что 20 бесплатных каналов им будет предоставляться в пакете цифрового телевидения, то есть это либо Триколор, либо НТВ+. Здесь приемники будут, либо существующие, либо которые будут приобретаться, привязываться к местности, и жители будут получать 20 бесплатных каналов. Опять же, если кому-то необходимо разъяснить, детально рассказать, можно ли это сделать на существующем оборудовании, либо необходимо будет что-то дополнительное приобрести, можно обратиться на горячую линию, и там достаточно подробно все разнесут и расскажут. Важный момент, где жители отдаленных поселений смогут приобрести цифровые приставки, не лететь же ради этого в Наринмар. Заместитель руководителя аппарата региональной администрации Павел Окладников пояснил, согласно федеральным нормам, каждое отделение Почты России должно иметь в наличии для продажи не менее трех приемников. Помимо этого, в рамках проведения ВКСов и, собственно говоря, опросов и той же горячей линии, мы собираем консолидированные заявки о том, что в какой населенный пункт сколько необходимо дополнительно поставить приставок. То есть это либо Почта России, либо обратиться на горячую линию, заказать приставку, она будет там доставлена по той цене, которая определена ФАСом в населенный пункт. Позаботились и о тех, кто не в силе самостоятельно настроить цифровую приставку, в их числе пожилые люди и маломобильные группы населения. Для этого будут привлечены специально обученные волонтеры, 23 человека, чтобы воспользоваться бесплатной услугой. Достаточно просто позвонить по номеру телефона горячей линии, которая уже функционирует. Ну и важным, я считаю, добавить, что у нас без оговорок, без каких бы то ни было, как вот мы слушали другие регионы, что где-то там не работает горячая линия, где-то вот-вот заработает. У нас горячая линия функционирует достаточно давно, наверное, уже пару месяцев, если я правильно понимаю. По номеру 2-19-10, соответственно, с кодом 818-53. По этой горячей линии она заведена у нас на МФЦ, это тоже подведомственное учреждение нашего департамента. Каждый может получить полный набор консультаций на эту тему. Подключить 20 бесплатных федеральных каналов помогут и сельским жителям, правда, не волонтеры, а официальные представители Неницкой компании электросвязи. У нас есть договоренность с Неницкой компанией электросвязи о том, что если в селе, где-то кому-то необходима помощь, если там подойти к сотруднику НКС, он поможет, расскажет, как это установить, и настроит, и, скажем так, включит их в цифровой мир. Говорили сегодня на пресс-конференции и о качестве распространения сигнала на территории Нейнмара и Искатели. Если в Горде с этим все хорошо, поймать бесплатные каналы в новом формате способна обычная домашняя антенна, то в поселке Искатели существует определенная проблема. Многим собственникам приходится устанавливать уличные антенны, либо же покупать более мощные с усилителем. Неудобства в будущем планируют устранить. Да, в Искателях действительно будет сигнал чуть хуже, но мы в том числе проводили обследование в Искателях. То есть если, конечно, там, скажем, там, домашние, как называется, рога не ловят, то можно попробовать внешнюю антенну. Если, конечно же, внешняя антенна не помогает, она тоже там достаточно элементарна в монтаже, в установке и продается в свободном доступе. Если есть таковые проблемы и уже не помогли, скажем так, народные средства, то мы просим также обращаться на единый номер и на школ-центр, и там это зафиксируют, и мы там отдельно отработаем по каждому проблемному дому. Что касается средней стоимости цифрового приемника, то она составляет 970 рублей. Есть, конечно, и дороже. Но такие приставки идут с дополнительными функциями, которые, как правило, не востребованы. Приобретать приемник за 2, а то и 3 тысячи рублей не имеет особого смысла, говорят участники пресс-конференции. Уровень цен подвергается постоянному мониторингу со стороны Федеральной антимонопольной службы, как центральной, так и ее территориальных подразделений. Я, наверное, с вероятностью 99,9 в периоде исключал бы какие-то злоупотребления, потому что программа эта федеральная, и наживаться на этом никто не собирается. На пресс-конференции также напомнили, для отдельных категорий граждан оборудование для приема цифрового ТВ-сигнала предоставляется бесплатно. На сегодняшний день Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения уже выдано более 200 приставок. Получить их могут пенсионеры и нуждающиеся малоимущие граждане. Олег Итанзийский, Антон Вдряков, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Более ста жителей Ненинского округа подтвердили право получения выплаты в замену аварийного жилья. Четверть из них получат компенсацию в первом полугодии. Об этом сообщили представители регионального департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта на заседании комиссии по вопросам развития местного самоуправления на территории округа. Всего на сегодняшний день на учет поставлено 106 жителей округа, 56 в Наринмаре, 45 в поселке Искатели и 5 в Приморско-Куйском сельсовете. В бюджете на выплату компенсационных выплат предусмотрено 82 миллиона рублей. Как отметила начальник управления государственных программ и приоритетных проектов профильного департамента Елена Карельская, 24 гражданина могут получить выплаты в первом полугодии. Спустя полгода будет и понимание, насколько востребован данный вид поддержки для жителей округа. Обращаясь к руководителям муниципалитетов, она напомнила, что для получения компенсационной выплаты дом должен быть официально признан аварийным и включен в окружной реестр жилфонда, признанного непригодным для проживания. Завершился прием предложений от горожан по благоустройству. В администрацию Наринмара поступило 20 заево, как пояснили в Управлении строительства ЖКХ и градостроительной деятельности мэрии, из 20 предложений 6 приняты к рассмотрению и прошли рейтинговое голосование. Территории с наибольшим количеством голосов будут благоустроены в первоочередном порядке в этом году. Исход голосования таков. Более 1200 голосов горожане отдали за спортивную площадку по переулку Рождественский, дом 16. Несколько позиций уступил детский игровой городок на пересечении улиц Ненецкая и Смедовича. Это возле центра занятости детского сада «Семицветик». За сквер в районе школы номер 5 свои голоса отдали 957. Жители общественной территории в районе дома номер 6 по улице Ленина получила более 750 голосов, 668 голосов спортивная игровая площадка на перекрестке улицы Меньшкова и 60 лет СССР. 365 голосов набрала спортивная игровая площадка в районе улицы Комсомольская. Среди заявок на 2020 и 2022 годы есть предложение привести в порядок территорию между Ненецкой окружной больницей и кладбищем. По мнению горожан, там можно разбить сквер памяти, обустроить дорожки, установить скамейки, фонари, посадить деревья. Сегодня эта территория является пустырем. Также жители Наринмара предлагают обустроить детскую площадку в районе улицы Хатанзейского, 13. Тротуары для прогулок с колясками по улице Рабочая благоустроят территории по улице Южная в районе домов номер 44, 43 и 41. Лесозаводчане предлагают обустроить площадку для активного занятия спортом. Жители старого аэропорта хотят, чтобы в микрорайоне появился футбольный стадион. Поступившие предложения горожан будут обсуждены на заседании общественной комиссии. Если ваш двор завалил снегом, а может быть вы нашли самую большую и непроходимую лужу, то смело доставляйте телефон и снимайте видео с мест события. Кадры будут опубликованы в рубрике «Мобильный репортер», которая запущена на страничке телеканала «Север» ВКонтакте, а также показаны в нашем эфире. Эти кадры – последствия работы управляющих компаний Наринмарстрой во дворе жилого дома и спортивного комплекса на улице Меншикова. Настоящие укрепительные сооружения враг не проедет, отмечает автор видео. А если просочиться, то бочком-бочком в небольшую лазейку. Мамочки с колясками через эти оборонительные сооружения уж точно не прорвутся к своим подъездам. Жители дома надеялись на то, что минувшей ночью снег вывезут. Каково же было их удивление, когда сегодня в 9 утра картина оставалась той же. Снимите видео и вы, отправляя в рубрику «Мобильный репортер». На страже честной конкуренции и защиты предпринимательства Федеральная антимонопольная служба России отметила юбилей. Контрольно-надзорному ведомству исполнилось 15 лет. Так, сегодня в рамках празднования местное управление ФАС организовало для журналистов пресс-конференцию. На ней подвели итоги за прошлый год и начало 2019-го. Согласно официальной статистике, за 15 последних месяцев сотрудниками службы в отношении хозяйствующих субъектов было вынесено 96 постановлений о наложении штрафов. Общая сумма порядка 900 тысяч рублей. Среди заявлений в части антимонопольного контроля лидируют обращения по статьям 10. Это злоупотребление доминирующим положением субъектами естественных монополий. И 11 закон о защите конкуренции. Ну а большее количество нарушений зафиксировано по 15 статье запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия органов власти. Между тем, особое беспокойство у сотрудников регионального управления ФАС вызывает рост на рынке Ненинского округа так называемых картелей. В мировой практике это одно из самых опасных видов правонарушений в сфере конкурентных отношений, причиняющих наибольший вред интересам государства в экономической сфере. Простыми словами, это сговор на торгах. Два участника делают вид, что создают конкурентно-активную борьбу, при этом добросовестные участники теряют интерес к дальнейшей борьбе. Третий участник на последних минутах делает ставку незначительно выше добросовестного участника. При рассмотрении заявок оказывается, что в них не хватает документов, либо это намеренное непредоставление документов в соответствии с документацией. Соответственно, контракт заключается с третьим участником по начальной максимальной цене практически. За данные правонарушения предусмотрена у нас административная ответственность и уголовная ответственность. По итогам первого квартала 2019 года привлечено у нас к административной ответственности 9 хозяйствующих субъектов на сумму 680 тысяч рублей. Ведомстве заявили, в ближайшее время заработает специальный веб-сервис с большой цифровой код. Он будет автоматически выявлять сговоры на торгах. Что касается статистики правонарушений в целом, то руководитель регионального управления ФАС отметила, количество заявлений от физических лиц в прошлом году по сравнению с 2017-м немного уменьшилось. Тепличный комбинат «Солнышко» собрал свой первый урожай. Огурцы уже поступили на прилавки магазинов города. Наша съемочная группа побывала на одном из таких сборов. Подробнее расскажет Наталья Кислякова. В этой теплице посев семян начался еще в январе. Рассада выращивалась при дополнительном досвечивании и подогреве, как подземным, так и наземным. Работники тепличного комбината старались подвести сроки так, чтобы готовая рассада не нуждалась в дополнительном досвечивании. После посадки семян дается 2-3 дня на приживание, а затем идет уход. Растения по часовой стрелке подкручивают на шпагат, далее формируют его, удаляя все боковые побеги. Когда огурцы созрели, начинается сбор урожая. По правилам сбора сначала огурец выкручивается, а затем обрывается цветок. Как правило, урожай снимают в первой половине дня. В основном кабинет выращивает огурцы сортов Магора и Карминара. Наталья Самарокова признается, работники теплизы стараются расширить ассортимент сортов огурца, исходя из спроса покупателей. У нас сегодня первый сбор огурца. Основной сорт – это сорт голландской селекции Магора среднеплодный. При наших небольших площадях мы ставку делаем именно на среднеплодный огурец, потому что по урожайности он будет выше, например, чем короткоплодный. Вот у нас на сорты испытания посажен коротенький огурец. Это корнишон, карминара. Но трудно что-то пока говорить по урожайности, потому что мы стараемся изучить спрос не только по внешнему виду, но и по вкусовым качествам. Хрустящие зеленые овощи по праву признаны одними из самых низкокалорийных, поэтому их активно включают в различные диеты и лечебное питание. На сегодняшний день урожай собран и поступает на продажу в магазины города. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север». На летний отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из окруженного бюджета направлено более 8 миллионов рублей. Конкурс на оказание услуг по оздоровлению и отдыху 220 детей на Черноморском побережье объявило отделение социальной защиты населения. Выезд организованных групп детей пройдет в две смены. Первый заезд с 22 июня по 13 июля, второй с 13 июля по 4 августа. Согласно конкурсной документации, детское оздоровительное учреждение должно быть расположено на первой береговой линии и парковой зоне и обеспеченной системой охраны пропускным режимом, видеонаблюдением, а также тревожной кнопкой. Определенные требования также предъявляются к условиям проживания, медицинскому обслуживанию и оздоровлению детей. На сегодняшний день в отделение социальной защиты населения поступило заявление на оздоровление более чем 120 детей, в том числе из Бугринох, Ривера, Каратайкиомы. Прием заявлений на бесплатные путевки и оплату проезда к месту отдыха и обратно для детей и семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, завершится 1 апреля. Департамент образования, культуры и спорта Нинецкого округа обозначил приоритетные направления реализации целей и задач национального проекта «Культура» на территории региона в 2019 году. Мероприятия включают в себя строительство не менее трех учреждений культуры, в том числе двух из них на селе, капитальный ремонт не менее восьми сельских культурно-досуговых учреждений, введение в эксплуатацию не менее четырех библиотек по модульному стандарту приобретения передвижного многофункционального культурного центра. Кроме того, планируется оснастить учреждения культуры современным оборудованием, повысить квалификацию не менее 70 творческих и управленческих кадров, провести не менее семи фестивалей детского творчества всех жанров, вовлечь не менее 100 волонтеров в работу по сохранению объектов культурного наследия в рамках реализации программы «Волонтеры культуры», а также реализовать не менее 18 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России. Сегодня по всей России отмечают День театра Ненинский округ не исключение. Сегодня во Дворце культуры Арктика для всех желающих прошли мастер-классы, выставка, костюмах, фотозоны и, конечно же, для зрителей показали театральные постановки. В фойе первого этажа Дворца культуры для иных жителей организовали мастер-классы «Как украсить маску», «Смастерить корону», «Нарисовать семихенди» и многому другому учили ребят-наставники. Например, задекорировать маску не так-то просто. Нина Воронич признается, самое главное – полет фантазии. Непосредственно нужна заготовка. Ее можно изготовить самостоятельно из папье-машеф-техники, но поскольку она занимает очень много времени, то мы используем вот такие вот заготовочки уже, да, заказанные пластиковые, и уже их декорируем. Чаще всего приходят взрослые на такие мастер-классы, но сегодня очень много детей собралось, что, в принципе, меня тоже очень радует, потому что не всегда удается поработать с детьми. Дети всегда, они более креативно, как-то инновационно подходят к таким вопросам рисования, декорирования. Юным принцессам пришелся по душе мастер-класса, а некоторые даже не ожидали таких результатов. Такие ощущения, будто ты в первый раз только маску, будто только к ней притронулся. Также в фае третьего этажа дворца культуры расположилась выставка театральных костюмов и фотозона, а на втором этаже прошли театрализованные постановки. На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее прогноз погоды. До встречи в эфире. Спасибо.